Во имя Отца Иисуса и Святого Божища. Возлюбленные Господи, братья и сестры, мы сегодня с вами слышали за Божественной Ритургией два Евангелия. Одно из них, Евангелие Рядовое, Воскресное, о том, как Господь на Генесарецком озере учил народ и после повелел закидывать в сети апостолу Симпту Петру. И было поймано ими множество, много рыб. А второе Евангелие в честь преподобных, которое всегда читается, мы сегодня вспоминаем родителей преподобного Сергия Радовского, преподобного Кирилла и Мария. И вот преподобный Евангелие, в котором напоминается нам заповедь о блаженстве. И это Евангелие тоже начинается словами, что Господь зашел на камень, на гору и учил народ. И много мест иных Евангелия мы видим, когда Христос учил народ. И большое количество людей собиралось к Нему для того, чтобы послушать слово, исходящее из Его уст. Слово «Жизнь». И столько много было людей, всегда за Христом шло, что забывали люди о пище, о пяти. И мы помним, как далеко в пустыне учил Христос народ, когда насыщал питью хлебами пять тысяч человек. Мы помним, когда сегодня в Евангелии пришлось отплывать от берега Христу, чтобы услышал и увидел Его народ. И много людей всегда шло за Христом. Для того, чтобы услышать Его Слово Божие, для того, чтобы получить исцеление от Него. Для нас это очень важно. Ведь, когда мы читаем вот эти моменты Евангелия, мы должны себя сопоставлять с теми людьми, которые упоминаются в Евангелии, которые шли за Христом, чтобы слышать Его Слово Божие. Как часто и на что мы с вами способны, для того, чтобы услышать Евангелие. Как часто мы берем эту книгу в руки, открываем, читаем внимательно, с пояснениями, с толкованиями Святых Отцов. Читать Евангелие нужно по возможности ежедневно. И читать Его нужно, помолившись Богу, попросив, чтобы Господь открыл ум к пониманию того, что читаешь. Потому что Евангелие – это Слово Божие. Это как будто Христос с нами беседует через Евангелие. Рассказывает, как нам жить. Чего бояться, чего опасаться, как любить, как поступать в той или иной ситуации. Все это можно найти в Евангелии. Все это можно найти в послании Святых Отцов. Но мы почему-то не находим время, мы пренебрегаем всем этим. Для нас порой даже лень в воскресный день прийти в храм, послушать здесь Слово Божие. И даже стоя на литургии, зачастую мы не понимаем Евангелие. Спросить у нас, о чем было сегодняшнее Евангелие, о чем читалось за богослужением, вряд ли два-три человека из нас ответили. Потому что не слышали, думали о своем, летали на облаках. И Слово Божие проходит мимо ушей. И как же такое Слово Божие может коснуться сердца нашего? Если мы даже не слышим, мы глазами порой открываем Евангелие, читаем, а умом совершенно не думаем о том, о чем читаем. Или же если что-то обличает нас в Евангелии, то мы проще найдем этот грех в другом человеке. Что вот это место, это о нем, это не обо мне. Это о другом человеке. Вот тот сосед, да, он такой. Я-то иной. Я-то хороший. Евангелие нужно всегда любить. Евангелие нужно читать. Потому что это Слово Божие. Это голос Божий, обращенный к нам, чтобы мы жили радостно. Христос говорит, радуйтесь. Не бойтесь, говорит Христос. А мы же боимся. Нас в храме нет совсем людей сейчас. Снова стала распространяться эта болезнь, и людей в храме снова стало мало, как было в пасхарбе. Мы боимся. Мы боимся заболеть. Мы боимся умереть. Мы боимся страдания. Забываем о том, что путь к воскресению лежит через распятие. По-другому нельзя прийти ко Христу. По-другому нельзя встретиться с Богом. И болезнь, и страдания, которые Господь посылает роду человеческому, Он посылает для того, чтобы человек одумался. Для того, чтобы человек в очередной раз подумал над тем, а как он шепит. А все ли мы делаем правильно. Вот эта массовая болезнь сегодняшняя призывает нас с вами, все человечество, все общество, подумать над тем, как мы живем, как мы неправильно проживаем в мире. И не нужно этого всего бояться. Господь через это спасает. Господь через это дает нам с вами возможность в очередной раз побыть наедине с самим собой, поразмышлять, приучить себя к доброму, хорошему, Слову Божьему, чтению Евангелия. И через это направить наши стопы ко Христу, к Царству Небесному, которому мы стремимся, которому мы должны ожидать, не бояться смерти. Потому что, ведь страх смерти, это боясь быть отлученным от Бога разом. Когда мы боимся смерти, мы боимся потерять того, что у нас есть здесь, на земле. Но для христианина это чуждо. Все, что есть земное, все привязанности наши земные, которые у нас есть, они отдаляют нас от Бога. Настоящий христианин, правильный христианин, как мы читаем в житиях святых, никогда не боялся ни смерти, ни болезни, ни страдания. Потому что через это он ожидал встречи с Богом. И этой встречи с Богом мы тоже должны ждать, несмотря ни на что. Пусть через страдания, пусть через скорбь, пусть через смерть, но лишь бы к Богу, лишь бы к Царству и Небесу. Вот так должен быть мыслить настоящий христианин. Любя Слово Божие, любя Евангелие, любя послания апостольских и любя жития святых. Это те источники живой воды, которые будут течь вечно, которые ничто не может перекрыть. которые даруют нашей души и телу вечную жизнь с Богом. Всех вас и поздравляю с Днем Носкресства. Продолжаем молиться.